всем большой привет у меня здесь полным ходом идет пересадка моих новых котлей я примеряю горшочки ищу какой подойдет и вот решила почему бы не позвать вас посажать вместе со мной так у меня тут есть вот такой непосаженный прекрасный экземпляр лилии пурпураты мандаяна вот она такая красоточка и у нее хорошие корни живые их достаточно много но корневая небольшая и надо подобрать правильный горшок и хорошенько посадить и я примеряла уже вот такой горшочек сейчас я вам покажу он в принципе ей подойдет но мне не нравится что она получается сильно высоко сидит видите и мне так будет неудобно новый рост будет расти в воздух а сильно приминать горшочек я не хочу корневую не хочу ее сломать не хочу травмировать чем есть вот такой он повыше но очень узкий внизу и пошире вверху он мне в принципе подойдет и даже понравился она хорошо в него вошла ой падение горшков но как-то что-то меня здесь смущает мне кажется маловато все таки место впереди остается ну что ж и второй вариант который я присмотрела для посадки данной красотки это вот такое было кашпо я в нем когда-то наделала дырочек много она очень дышащие она повыше она широкая я могу вот так вот посадить и останется достаточно места для новых ростов не новый корневой плюс у меня это прората почему-то решила расти немножко лесенкой вот и вот я теперь на перепутье этот горшочек или все-таки предыдущий но наверное посажу я в этот подкорректировав чуть-чуть свою посадку и так как я хочу подкорректировать так как впереди у меня не совсем много корней то есть будет такая полость пустое пространство я хочу туда положить такие кусочки пробкового дуба на дно такой дополнительный дренаж скажем так будет я заметила что в принципе все мои орхидеи очень любят кору пробкового дуба подобный субстрат подобные блоки и прекрасно к ним прирастают но при этом этот же пробковый дуб не натягивает много влаги и не будет слишком влажным не будет разводить болото что тоже крайне меня в этой ситуации радует и еще я хочу отобрать парочку небольших кусочков и разместить их вот здесь вот где задние бульбы так вот скажем подстрахуюся чтобы они не замокали сейчас подымут покажу вот я под задние бульбы получается положила кусочек разместила так я не буду переживать что например там сильно влажно а корни уже не сильно рабочие и меня замокает бульба что тоже не есть хорошо так я вот так пристроила раньше когда у меня не было подобных кусочков я использовала или очень крупную кору которую покупают как для ванд или пробки винные пробки отмоченные чистые или в знаете можно сейчас купить эти же винные пробки но не использованы и очень удобно и тоже используют в посадке а также я использовала крупные кусочки лавового камня сейчас я насыпаю лавовый камень и у меня там немножко подмешана речной вымытой гальки ну так уж получилось я ее туда подмешала но знаете мне такое соединение понравилось волей случая я для себя открыла в подобные варианты и теперь насыпаю кору данная посадка хорошо работает в моих условиях вы же свои условия знаете лучше и если у вас более сухо вы например можете что-то менять добавлять так как вам удобно если вы большая любительница поливать да вы тоже будете корректировать субстрат под себя фракцию компоненты если вы большая любительница сушить и вам все время кажется что вы заливаете что у вас орхидеи могут сгнить это тоже вы под себя корректируете ой под свое мироощущение под ощущение того как должна расти данная орхидея что вообще и нужно но я сажаю вот так я стараюсь резому не накрывать корой я не использую мох то есть мухом я тоже не накрываю вот такая у меня получается посадочка и она даже практически не шатана она не шатается не практически она действительно хорошо села хорошо закрепилась но я великая перестраховщица во многих вопросах поэтому я предпочитаю ее все-таки подвязать здесь как раз где у нас привязана бирочка мы вставим кошек для дополнительного закрепления не очень уточное место для колышка он там свободном достаточно полете но сейчас мы здесь вот как раз нашли дырочку вставляя колышек и подопрем его корой немножко уплотним в этом месте посадку напоминаю что я не очень боюсь придавливать потому что я сажаю на влажные корни они более эластичные и гораздо легче отзываются на подобные манипуляции если вы сажаете на сухие корни вам надо быть немножко осторожнее потому что вы можете услышать неприятный хруст потому что корни более ломкие становятся когда высыхают об этом надо помнить ну что ж вот так мы вместе с вами посадили вот такую вот красотку сейчас вот так покажу поближе вот так у меня сидят все котлеи сейчас еще кстати покажу многие это упускают видите как у меня дно выглядит у меня там один сплошной воздушный карман у меня не будут загнивать на дне корешки плюс есть вот много дырочек через которые будет происходить воздухообмен и опять-таки повторюсь у меня большинство котлей так и сидит с принципе с огромным огромным воздушным сплошным карманом на дне и я тогда не переживаю что они у меня замокнут взглядят или еще какая-нибудь беда с ними произойдет ну что же на этом все всем большое спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комментарии мне будет интересно почитать как это происходит у вас чем руководствуетесь вы что для вас основное при посадке котлеи и конечно же заглядывайте в описании там много интересных ссылочек много ссылочек на мои с медиа соцсети на мой патреон где можно меня поддержать где можно став моим патреон чекам почитать еще дополнительные посты которые не видит больше никто и познакомиться со мной скажем так более шире увидеть меня с других ракурсов немножко других вопросов и конечно же делитесь этим видео всем огромнейшее спасибо что досматриваете до конца здесь сейчас появляются различные подсказки на мой канал на видео на плейлисты жмите надеюсь вам это полезно и на этом все уже совсем солнечных дней пышных цветений пока пока